Как грамотно управлять многоквартирным домом? Для Нины Порцевой это непраздный вопрос. ТСЖ «Фонтанная Семена» руководит уже пять лет и едва поспевает за всеми законодательными нововведениями в сфере ЖКХ. Этот практический семинар разъясняет многое, прежде всего в области разумного расходования коммунальных ресурсов. ТСЖ на «Фонтанной» как раз собрались ставить датчики, чтобы регулировать работу отопительной системы. Счётчики на тепло и на воду там уже установлены и позволяют существенно экономить. То есть до того, как у нас не были установлены счётчики, у нас в среднем тратилось 4000 кубометра. После того, когда мы практически во всех квартирах установили счётчики, среднее у нас 1300 кубометров идёт. Представляете, в сколько раз? В три раза меньше. Предпочитая жить без приборов учёта, платить придётся за всё по нормативному потреблению. Минусы таких расчётов очевидны, считает замминистра энергетики ЖКХ Пермского края Дмитрий Немцов. Никакой экономии, никакого энергосбережения. Если в квартире проживает 2-3 человека, а не огромная семья, то потреблять энергоресурсы они будут наверняка в меньшем количестве, чем принято нормативом. А вот платить наверняка больше. Жители должны для себя решить, в домах собраться, в домах, где ещё нет прибора учёта, понять, как люди собираются жить дальше, как собираются учитывать. В первую очередь, свои финансы. То есть, не какие-то гигакалории, а именно свои деньги. Как они собираются их считать. А для этого уже нужно посчитать гигакалории, и мы даём путь, как это всё посчитать. Вооружившись теоретическими знаниями, к их практическому применению можно приступить, что называется, не отходя от кассы. Разнообразные счётчики и прочее энергосберегающее оборудование в двух шагах от семинара. Несмотря на свою такую, казалось бы, узкую специализацию, и семинар, и выставка энергетика и энергосбережения на Пермской ярмарке собрали не только бизнесменов и специалистов коммунальной отрасли, но и собственников жилья, заинтересованных в создании комфортной среды. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей. Продолжение следует...